Существуют древние тексты. Один из древних текстов, моих любимых текстов, это, конечно же, Тора. Я могу сказать, что в Торе есть информация, конечно же, противоречивая. Почему я в свое время выбрал эту книгу? Ну, очень много книг есть, которые я читаю. Мне нравится духовная литература. Я многократно прочитал Тору, многократно прочитал Библию, многократно прочитал Панишады, Татхарваведы, ведические книги. Я могу сказать, что мне очень нравится Тора, особенно ранее Тора. Я могу сказать, что в Торе, когда ты ее читаешь, есть очень большое количество рецептов, которые помогают человеку что-либо изобрести. Так я соединил рецепт, который указан в Торе. Это необходимо взять оливковое масло фемиам египетский, после этого кассию, после этого аир болотный, после этого корицу определенной пропорции. И взял с другого учебника, который называется Атхарваведы, где необходимо добавить еще 6 ингредиентов для того, чтобы изготовить определенное масло. Это определенное масло считается маслом, которое может сделать человека сразу же привлекательным в глазах других людей. Если такое масло и помазать им какой-либо предмет, то такой предмет его хотят купить. Если помыть какой-нибудь, если им этим маслом помазать что-нибудь в квартире, то эта квартира становится чистой. Человек становится... Люди, которые живут в квартире, им нравится там находиться. Если человек намажет себе лоб, то у него исчезает обида на кого-либо. В случае, если мазать руки, то тогда человек становится привлекательным для другого человека. И считается, что такое масло, оно наделено определенной формой, энергетической, делающей человека, тотально очень привлекательным, а также везучим и так далее. Я могу сказать, что я такое масло сделал. Оно на цвет темное, по вкусу очень необычное. Его пить не нужно. Я, скорее всего, такое масло начну продавать очень скоро. Я его придумал сегодня. Оно имеет цвет такой темненький. Запах очень необычный. Очень необычный запах. С чем можно сравнить? Ну, очень необычно пахнет. Я даже не знаю, чем его можно сравнить. Чем он пахнет? Давайте я хорошо намажу. Сейчас рядом находится Игорь. Он скажет. Знакомый запах. Не могу понять, что это. Говорит, знакомый запах. Не может понять. Корицей пахнет, наверное. А, точно. Он немного пахнет корицей, хотя на самом деле не особо. Он пахнет кассией травой. Кассия трава имеет небольшой выраженный лимонный запах. Давайте Женя намажем. Отходи, Игоря. Отцвета. Откуда. Отцвета. Продолжение следует...